Студенческая пора – это особый и очень значимый период в жизни многих людей. Студент успевает все учиться, отдыхать и работать, осваивать будущую профессию и постоянно совершенствоваться. Мощное подспорье здесь студотрядовское движение. Для активных студентов это не только возможность поработать, но и выразить свою гражданскую позицию и неравнодушие к родине. Новополочане, к примеру, в рамках закрытия третьего трудового семестра почтили память первостроителей города Большой нефтехимии. После в уютной и дружественной обстановке на базе Новополоцкой ТЭЦ студенческие отряды Полоцкого госуниверситета имени Ефросиньи Полоцкой подвели итоги уходящего года. Здесь лучшие бойцы получили заслуженные награды за проделанную работу. Без наград не оставили и тех, кто на протяжении всего года обеспечивал ребят работой. Хочется сказать, что глядя на молодых людей, понимая, что впереди у нас прекрасное светлое будущее, потому что они по-настоящему герои, потому что умеют совместить одновременно и учебный процесс на достойном уровне и точно так же достойно представить нашу Витебскую область на республиканском уровне. Подстуденческие отряды – это уже бренд Белорусского республиканского союза молодежи. И нужно сказать, что мы справляемся с этой поставленной задачей на все 100%. И у нас круглогодичная занятость молодых людей. Это дает им возможность получить не только первый трудовой опыт и получить деньги, естественно, но еще и получить новые знакомства, новые связи, получить новый бесценный опыт, который им пригодится в будущем. Как всем званиям Новополоцка, наверное, назвать Новополоцк можно столицей студенческих отрядов. В этом году расширена география участия ребят. Это не только город Новополоцк и наше предприятие, которое дали возможность ребятам потрудиться летом. Это и хлебзавод, и СРСУ-3, и ТРЕС-16, и ЖРЭО, и автопарк, и больница Новополоцкая был медицинский отряд, у нас работал. И это и лагеря сервисные в здравительных лагерях наших. Также ребята работали на ведущих предприятиях нашей страны – заводах «Атлант» и «МАС». Почетно было принять участие и в строительстве патриотического центра в Бресте. Кроме того, бойцы студотрядовского движения работали и за пределами страны и приложили руку к строительству Байкало-Амурской магистрали. Сегодняшнее мероприятие для нас очень значимо, так как мы подводим итоги третьего трудового семестра. Я работала в составе студенческого производственного отряда «Эйфория». В этом году на молодежном производственном проекте «Атлант» было более 200 студентов из 14 отрядов, все они были из разных областей. Поэтому для нас было значимо, что мы все-таки забрали нашу награду, стали лучшим производственным отрядом на МПТП «Атлант». Мы работали, пытались показать высокие показатели не только в производственной и трудовой деятельности, но и участвуя в конкурсах. Мы подвели итоги третьего трудового семестра, в рамках которого студенческий строительный отряд «Ритм-2.0» стал лучшим отрядом по комиссарской деятельности на всероссийской студенческой стройке «БАМ-2.0». Тем самым мы доказали, что мы тоже классно работаем, ну не только работаем, а также показываем свой уровень в мероприятиях и в подготовке к ним. По приезду на Цельну нас ждала очень тяжелая работа, где мы работали в новой сфере для нас, то есть мы все с разных специальностей, с разных факультетов, но при этом мы работали на железной дороге. То есть мы испытали какие-то новые эмоции, получили новый опыт, а некоторые из ребят получили свой первый трудовой опыт. Сегодня я был награжден благодарностью от Новополоцкого совета депутатов, чему я очень рад, что мой вклад в развитие студенческого движения оценили, что моя работа была делана не напрасно. За период трудового семестра лета 2024 на работу устроили 319 человек в составе 22 отрядов. Работа новополоцких судотрядов продолжится. В ноябре молодые люди будут трудиться на предприятиях города. Елизавета Борбат, Ангелина Лазовская и Антон Лещенок. Телеканал «Звезда».